Прозвище Бункерный Дед так прилипло к Путину, что Яндекс даже пытался заблокировать выдачу его фотографий на этот запрос. И вы представить себе не можете, насколько это прозвище точное. Сеть бункеров Путина раскинулась как минимум от Москвы до Урала. Их охраняют несколько вооруженных подразделений, а на их постройку и содержание тратится миллиарды рублей. Но прежде чем я расскажу вам подробно об этом, ставьте лайки этому видео, чтобы его увидело больше людей. И подписывайтесь на мой ютуб канал. Также у меня есть телеграм-канал с самыми важными новостями. Ссылка на него есть в описании. В марте 2022 года произошло одно интересное событие, на которое обратили внимание журналисты из Дания Собеседник. Через месяц после того, как Путин вторгся в Украину, у многих появился страх, что война может перерасти в ядерную. Как раз тогда самолеты отряда «Россия», которые перевозят руководство страны, полетели туда, куда обычно не летали. Самолет, который в мирное время курсировал между Москвой, Питером и Сочи, внезапно за одну неделю слетал в Екатеринбург и дважды в Уфу. В те же дни другой самолет отряда России, кроме Екатеринбурга, слетал еще и в Магнитогорск. Но что они могли там делать? К югу от Екатеринбурга и точно между Магнитогорском и Уфой есть засекреченный военный городок – Межгорье. Там живет около 15 тысяч человек, и попасть туда можно только по пропускам. Городообразующее предприятие Межгорье имеет неприметное название «Управление строительства номер 30». На сайте управления написано, что оно специализируется на строительстве специальных подземных сооружений камерного типа, то есть буквально на возведение бункеров. А еще это управление прямо связано с администрацией президента и людьми, которые отвечают за бункеры Путина. В Межгорье примыкает к горе Ямонтау, что с башкирского переводится как «Злая гора». В 1992 году бывший глава Башкирии Митхат Шакиров проговорился, что в Ямонтау строится бункер для первых лиц государства. 11 лет спустя об этом бункере написал Вашингтон-Пост. Опасаясь удара по своей верхушке, Советы отправили десятки тысяч рабочих в эти отдаленные места. В конце 90-х американские спутники-шпионы увидели, что рабочие все еще там трудятся. Согласно схемам, бункер Ямонтау находится внутри Кварцевой горы, на глубине почти в километр от вершины. Это скорее убежище, чем командный пункт, потому что кварц мешает передавать радиосигналы. Долгое время работы в Ямонтау почти не велись, но меньше чем за год до начала войны все изменилось. В конце апреля 2021 года в Межгорье из Москвы прибыла целая колонна тяжелой строительной техники и новый электровоз. Обычным людям подниматься на Ямонтау запрещено. Гору от них охраняют егеря, военные и, судя по госконтрактам, квадрокоптеры с 32-кратным увеличением и тепловизором стоимостью от 500 тысяч до миллиона рублей. А еще на Ямонтау установлена бесполетная зона, прямо как на Дворцом Путина в Геленджике. Интересно, что те же строители, которые работали под Ямонтау, строили и бункер под Дворцом Путина. И они этого не очень скрывают. Это буквально написано на их сайте, разве что дворец они называют объект-пансионат в городе Геленджик. Хорошо, это для конспирации, товарищи. Наверное, это гениально. Да, верно. А бункер под Дворцом Путина – это отдельная история. Он состоит из 16 уровней и пронизывает всю скалу, на которой стоит дворец. Вот что рассказал Медузе один из строителей этого бункера. Под домом целый муравейник в скале. Мы просто заходим в вестибюль, как мы это каждый день делаем в метро, и начинаем спускаться вниз. На 14-15 уровне – верхний блок технических помещений, на 8-м – винотека. В самом низу, на первом этаже бункера, 100-метровый туннель, который выходит на пляж. Или, как его называют строители, ВИП-выход. И это действительно непростой туннель. Его прорыли, чтобы установить там движущуюся дорожку, как в Шереметьево, чтобы Путин не утруждался пройти 100 метров до пляжа пешком. Послушайте, я ведь сейчас в очень тяжелом состоянии. Строитель рассказал, что бункер под Дворцом Путина – это беспрецедентный подземный объект, которому по сложности и насыщенности нет аналогов России, а может и в мире. Строить лучшие в мире больницы или школы – это Путину неинтересно. При нем строят школы, которые буквально начинают разваливаться через год. Другое дело – построить себе лучший в мире бункер. В самом начале строительства инженеров попросили сделать быстрый спуск к морю, и они предложили сделать лифтовую шахту снаружи скалы. Но заказчик ответил – это категорически нельзя делать. У нас прибрежная зона, пограничный режим, границы со странами НАТО, и ни в коем случае нельзя располагать такие объекты даже с визуальным доступом, и тем более возможностью причинения ущерба. Поэтому пришлось прорубать шахту внутри скалы. По словам строителя, такая шахта стоит, как одна-две станции метро – около 3 миллиардов рублей. И это на деньги конца нулевых, а сейчас в разы дороже. Я еще раз повторю, чтобы вы поняли всю степень безумия. Путин захотел сделать спуск из своего дворца к пляжу, но не захотел строить его снаружи скалы, потому что испугался стран НАТО, и поэтому прорубил шахту через всю скалу насквозь – за 3 миллиарда рублей. Хотя это строителям сказали про НАТО. Возможно, на самом деле Путина больше пугают россияне. В 2015 году на Диггера Павла Сафронова и его друзей завели уголовные дела за то, что годом ранее они проникли в бункер в центре Москвы. Павел рассказывал об этом так. Никаких табличек о том, что бункер секретный, не было. По тоннелям, в которые мы спускались под землю метров на 200, можно было ходить несколько часов и никого не встретить. Где-то свет горел, где-то была разруха. Встречались залы высотой в 12-этажный дом и длиной несколько километров. Павла и его друзей задержали, когда они выбрались на поверхность. После задержания сотрудники ФСБ обыскали их и избили. Егор Чернобров рассказал, что оперативник ФСБ избивал его, требуя отдать какие-то флешки. Хотя у меня с собой не только фотоаппарата не было, но и телефон был старый, кнопочный кирпич. Мне было сказано раздеться полностью. Когда я разделся до трусов, он снова нанес мне несколько ударов. Егору тогда было 15 лет. Затем их оштрафовали и отпустили, но через год на них завели уголовные дела. Их обвинили в разглашении государственной тайны, потому что они выложили фото из бункера в соцсети. Кто-то получил условный срок, а кого-то отправили в колонию строгого режима. Потому что нормально охранять свои секретные бункеры, чтобы туда не мог пролезть любой подросток, это для них слишком сложно. Гораздо проще показательно сломать жизнь кому-то, кто-то да забрался, чтобы отбить желание у остальных. При этом охраной бункеров Путина занимается не одна, а сразу несколько войсковых частей. Расположена как в Москве, так и в Краснодарском крае, не говоря уже о закрытых военных городках или поселках. Таких, как Чехов-2 недалеко от Москвы или Кузнецк-12 под Пензой. А в Межгорье в декабре 2020 отправили дополнительное подразделение. По принятому в прошлом году закону, сотрудники, охраняющие бункеры, теперь могут не просто задерживать нарушителей, но и открывать по ним огонь. При том, что нарушители сами часто не знают, что они что-то нарушают, потому что некоторые секретные объекты настолько секретны, что никаких табличек об их секретности просто нет. В 2017 году «Таймс» писал, что у Путина есть два огромных ядерных бункера на глубине 300 метров под Москвой, которые могут вместить 10 тысяч человек. Один из этих бункеров находится прямо под Кремлем, а другой – под бывшим пустырем в районе Раменки, рядом с МГУ. О бункере в Раменках журнал «Тайм» писал еще в 1992 году. Этот бункер такой огромный, что его назвали подземным городом. В статье говорилось, что бункер связан тоннелями с Кремлем и другими ключевыми зданиями в Москве. В последнее время на территории над этим бункером идет активное строительство. Одну половину участка по прямому указанию Путина отдали под научные корпуса МГУ и строят фонд «Иннопрактика», который возглавляет дочь Путина Катерины Тихонова. Часть земель во второй половине участка принадлежит войсковым частям спецслужб и Трансинжстрою, который как раз занимается строительством бункеров. То есть и эту территорию контролирует Кремль. Здесь же построены дома для ФСБ и ФСО, и уже строится новый квартал. Причем строит его та же компания, что и технологический центр МГУ. И квартиры в этих домах на рынке тоже не продаются. Журналисты-собеседника нашли один из входов в бункер в Раменках. Он огорожен бетонным забором. Официально там зарегистрирована ритуальная служба, но самой службе им сказали, что по этому адресу у них никого нет. Местные жители сказали, что раньше там был въезд в бункер Путина. А вот у ворот журналисты заметили машину, принадлежащую управлению, которая как раз занимается бункерами. В последнее время для бункеров Путина закупают дозиметры, приборы радиационной и химической разведки, комплексы для выявления каналов утечки речевой информации и много других вещей, о которых вы могли слышать только в шпионских фильмах. Только на систему дистанционного контроля радиационной обстановки для московского убежища Путина было потрачено 112 миллионов рублей. Ты реально считаешь, что Путин сошел с ума? Да! Мало того, у Путина есть еще настоящий бункер на колесах. Летать по стороне на самолете он уже боится, поэтому ездит на бронированном поезде, прямо как Ким Чен Ир. В поезд обязательно входит вагон для президента со спальней и кабинетом, вагон для сопровождающих и вагон для спецсвязи. Чтобы состав не останавливался и ехал с максимальной скоростью, специально под него корректируют расписание поездов. А еще для поезда Путина специально построили секретную сеть путей и целые станции. Но значит ли все сказанное в этом ролике, что Путин действительно готовится начать ядерную войну? Когда человек тратит миллиарды рублей на то, чтобы поддерживать такую абсурдно огромную секретную систему по обеспечению собственной безопасности, это не холодный расчет, это паранойя. Путин не собирается начинать ядерную войну. Он, наоборот, боится ее до дрожи. Поэтому не нужно поддаваться на его запугивание. Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим несения боевого дежурства. Никакого ядерного апокалипсиса он не устроит. Единственная польза от этих безумно дорогих бункеров, что когда-нибудь они превратятся в очень интересные музеи. Посмотреть 16-уровневый бункер по дворцу в Геленджике будут ездить туристы со всего мира, как сейчас ездят посмотреть на бункер Муссолини или воссозданный бункер Гитлера, в котором он застрелился, когда понял, что проиграл войну. А вы поедете посмотреть бункер в Геленджике, когда туда будут водить экскурсии? Пишите в комментариях. Делитесь этим роликом с друзьями, подписывайтесь на мой канал. Я стараюсь снимать для вас только интересные видео. И обязательно устанавливайте VPN, чтобы в случае блокировки не терять доступ к важной информации.